В парламенте Южной Кореи в эти минуты начинается голосование по импичменту президента страны. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Пак Хэнхэ оказалась в центре грандиозного скандала. Ее обвиняют в том, что она позволяла своей близкой подруге вмешиваться в государственные дела. Более того, та вымогала деньги у крупных компаний, вынуждая их переводить огромные суммы в свои фонды. Эта история открылась в октябре, после чего по всей стране прокатились митинги с требованием отставки президента, в которой собирались сотни тысяч людей. Однако Пак Хэнхэ уходить отказалась, теперь ее судьбу решает парламент. Для того, чтобы импичмент состоялся, за должны высказаться две трети депутатов. Сегодня первому президенту женщине в Южной Корее объявили импичмент. За отстранение Пак Хэнхэ высказались почти 80% депутатов. Создание парламента транслировали в прямом эфире южнокорейского телевидения. Теперь это решение должен утвердить или отклонить Конституционный суд страны. Пак Хэнхэ руководит страной уже почти 4 года. В октябре она даже приняла закон, по которому президент республики может избираться на второй срок. Однако в том же месяце в Южной Корее разразился коррупционный скандал. Выяснили, что на важнейшие политические решения влияла лучшая подруга президента. Кроме того, ей предоставлялся доступ к секретным документам и даже бюджету страны. Чем эта подруга активно и пользовалась? Парламент Южной Кореи сегодня вынес импичмент президенту Пак Кэнхэ. За ее отстранение проголосовали даже депутаты правящей партии, которой принадлежит большинству в национальном собрании. Это стало логичным финалом крупнейшего коррупционного скандала вокруг президента и ее подруги-гадалки, которая диктовала Пак важные государственные решения, и при этом пользовалась связями на высоком уровне для личного обогащения. Окончательное решение вопроса об отстранении главы государства остается, конечно, за Конституционным судом, но уже сейчас очевидно, что карьера первой в истории Южной Кореи женщины-президента закончилась, и при этом весьма бесславна. А страна вступает теперь в период политической нестабильности. Продолжение следует...